Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор судебной практики по налоговым спорам, на этот раз за ноябрь 2018 года. Традиционно предлагаю сначала рассмотреть те налоговые споры, которые были рассмотрены судебной коллегией по экономическим спорам. Здесь я обращаю внимание, что данные споры я разделил на две группы. Первую группу составляют споры, которые можно квалифицировать как непосредственно связанные с налоговым законодательством. Вторая группа споров – это так называемые околоналоговые споры, но об этом я еще скажу. Что касается первой группы, то начать хотелось бы с дела индивидуального предпринимателя Гаязова. В данном деле рассматривался вопрос об условиях списания налоговой задолженности, которая образовалась у физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, до 2015 года, если не ошибаюсь. И, в общем-то, Верховный суд сформулировал соответствующие условия. И обратите внимание, что вынес решение не в пользу налогоплательщика. Следующее дело, это дело ЭЛИС, оно на самом деле рассматривает ситуацию, которая уже рассматривалась судебной коллегией в рамках дела «Центральная ТЭЦ». И это дело я достаточно подробно разбирал в обзоре налоговых новостей за ноябрь 2018 года. Поэтому, кому интересно, обратите внимание. В общем-то, в деле ЭЛИС были повторены те же выводы, которые были в деле «Центральная ТЭЦ», а именно то, что необходимо различать понятие реализации имущества должника банкрота и реализации товара должником банкрота. И, исходя из данных различий, необходимо применять освобождение, которое предусмотрено в главе 21 НКРФ. А именно, Верховный суд исходит из того, что освобождение предусмотрено при реализации именно имущества налогоплательщика банкрота, а не при реализации данным налогоплательщикам товаров, которые производятся налогоплательщикам, в том числе в период нахождения в банкротстве. Следующее дело, дело торгового центра, оно связано с применением льготы по налогу на имущество в отношении энергоэффективных объектов. В общем-то, такого рода дела уже рассматривались в судебной коллегии. Например, было дело Кит Екатеринбург. И, в общем-то, в деле торговый центр судебная коллегия придерживается того же подхода, а именно то, что льгота по энергоэффективным объектам не применяется в отношении коммерческой недвижимости. Следующее дело, стройнефтегаз, оно связано с применением положений главы 23 НКРФ, то есть положений о налоге на доходы физических лиц. В данном случае рассматривался вопрос о порядке обложения дохода, который возник у физических лиц в связи с выплатой при уменьшении уставного капитала. Здесь следует обратить внимание, что при разрешении данного спора Верховный суд обратился к содержанию статьи 41 Налогового кодекса и обратил внимание, что при решении любого вопроса, связанного с обложением дохода НДФЛ, необходимо установить, является ли соответствующий доход экономической выгодой налогоплательщикам. Ну и, наконец, еще одно дело. Это дело связано с госпошлиной, а именно спор касался о возможности освобождения от уплаты госпошлины государственных учреждений. В данном случае Верховный суд пришел к выводу о том, что для освобождения достаточно лицу иметь статус государственного учреждения. Вообще следует заметить, что вот этот вопрос об освобождении от госпошлины государственных учреждений достаточно активно рассматривается Верховным судом. И, насколько я понимаю, есть уже аналогичный подход, который недавно изложил Верховный суд в отношении учреждения, связанного с ФСБ. Ну, то ли это дело уже было рассмотрено, то ли будет рассмотрено, но если оно будет рассматриваться в будущем, то там будет воспроизведен тот же подход, который был сделан в деле исправительная колония номер один. Что касается второй группы споров, то, как я уже сказал, это не налоговые споры, но в этих спорах затрагиваются налоговые аспекты. Так, в деле АСК «Сервис» затрагивался вопрос об отказе в выдаче лицензии в связи с наличием задолженности по налогам. В данном случае Верховный суд обратил внимание, что такое условие для получения лицензии, как отсутствие налоговой задолженности, является проявлением так называемого косвенного принуждения налогоплательщика. То есть это ситуация, когда лицо может быть ограничен в правах, которые регулируются какой-либо отраслью права, в том случае, если у лица имеется налоговая задолженность. При этом Верховный суд обратил внимание, что косвенное принуждение, оно все-таки должно применяться неформально. В данном случае судом было установлено, что у лица имелась переплата по соответствующим налогам, и говорить о наличии задолженности было нельзя. Я в целом обращаю внимание на данный судебный акт, потому что, во-первых, следует заметить, что косвенное принуждение очень нравится законодателям, поскольку регулярно в Государственную Думу поступают законопроекты, которые предлагают ограничить те или иные права лиц в связи с наличием налоговой задолженности. Ну и кроме того, о данном аспекте косвенного принуждения я неоднократно говорил на своем канале, поэтому отдельные видеоблоги по данному вопросу вы можете найти на канале. Следующее дело – это дело «Пивной двор», и в данном деле вообще рассматривался спор, связанный с применением обязательного социального страхования и, соответственно, законодательства по обязательному социальному страхованию. Но в данном деле были применены нормы налогового кодекса, прежде всего, статья 3 налогового кодекса, то есть фактически общие принципы налогового права. И на это дело следует обратить внимание, что действительно, поскольку налоговое законодательство и страховое законодательство, то есть законодательство об обязательном страховании, это достаточно близкие отрасли права, и там регулярно происходит взаимное применение норм. То есть там может быть и аналогия закона проводится, и применяется аналогия права и так далее. Поэтому обратите на это внимание. Ну, собственно говоря, обо всех тех судебных актах, которые были приняты судебной коллегией, так или иначе говорилось в специализированных средствах массовой информации. А я бы хотел обратить внимание на отдельные отказные определения, которые не стали предметом широкого обсуждения и рассмотрения налоговыми специалистами. Во-первых, хотелось бы начать с дела Крымское райно. И в данном деле рассматривался вопрос о налоговых последствиях в связи с признанием сделки недействительной. В данном случае рассматривался вопрос о том, когда соответствующие налоговые последствия возникают, либо в периоде совершения недействительной сделки, и тогда налогоплательщику необходимо корректировать соответствующие налоговые обязательства, либо все-таки в периоде возникновения последствий недействительности сделки, то есть когда речь идет о возврате имущества, денег, либо какого-то иного соответственного имущества, которое было получено по недействительной сделке. И нежестоящие суды пришли к выводу о том, что налоговые последствия возникают в периоде возникновения последствий в связи с недействительностью сделки, то есть в периоде возврата имущества, которое было получено по такого рода сделке. Вообще следует заметить, что этот подход, он не новый и неоднократно воспроизводился в судебной практике, но регулярно налогоплательщики ошибаются по данному вопросу. Более того, на самом деле можно встретить отдельные судебные акты, которые, в общем-то, отходят от такого единообразного подхода о том, что налоговые последствия в связи с недействительностью сделки возникают только в периоде возврата имущества, которое было получено по недействительной сделке. Следующее дело – это дело с «Коннекс». В данном случае рассматривался вопрос о возможности освобождения от НДС операции по передаче спутниковых снимков. В данном случае налогоплательщик считал, что в рамках договора по передаче спутниковых снимков происходит предоставление права пользования результатами интеллектуальной деятельности. И налогоплательщик считал, что это позволяет освободить соответствующие операции от НДС. Однако суды не согласились с таким подходом, указали на то, что в данном случае никакой речи о предоставлении права пользования результатами интеллектуальной деятельности не идет, и поэтому пришли к выводу о том, что передача спутниковых снимков – это операция, которая должна облагаться НДС. И судья Верховного суда поддержала выводы инспекции и нежестающих судов. Следующее интересное дело – это дело компании «Медас». И в данном деле рассматривался вопрос о применении статьи 54.1 Налогового кодекса. Вообще следует заметить, что специалисты справедливо отмечают, что фактически в 2018 году статья 54.1 Налогового кодекса не применяется, во всяком случае, на уровне Верховного суда. И здесь они совершенно правы. Потому что в тех судебных актах, в которых упоминается статья 54.1 Налогового кодекса, рассматривается, собственно говоря, не само содержание статьи 54.1, а рассматривается вопрос о возможности применения соответствующей статьи к спорным отношениям. Но дело «Медас», оно, в общем-то, отличается от такого рода дел, поскольку в этом деле действительно рассматривалось именно содержание статьи 54.1 Налогового кодекса. И в данном случае суды отклоняли ссылку налогоплательщика на соответствующую статью и указывали, что налогоплательщик, по сути дела, неправильно толкует эту статью, поскольку на ее основании можно получить налоговую выгоду только в том случае, если четко определён реальный поставщик. Если же этого нет, то имеются основания для отказа в предоставлении налоговой выгоды, во всяком случае в полном объёме. И, в общем-то, с таким подходом согласился и судья Верховного суда. Правда, здесь, конечно, следует обратить внимание, что сам по себе подход, который применили как нежестоящие суды, так и судья Верховного суда, он не новый. Этот подход, в общем-то, применялся и ранее, и без статьи 54.1 НКРФ. В общем-то, этот подход, он применялся и со ссылки на постановление 53 Высшего арбитражного суда. Но, в любом случае, повторюсь, на мой взгляд, это первый судебный акт на уровне Верховного суда, в рамках которого отражён вывод, связанный с непосредственным содержанием статей 54.1 НКРФ. В любом случае, налогоплательщикам необходимо принять во внимание данные отказные определения либо в целях правильного определения своих налоговых обязательств, либо в целях оценки своих налоговых рисков, если они будут действовать как-то по-иному. А на этом всё. Спасибо за внимание. До скорых встреч.